Привет, друзья! Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, становитесь спонсорами на Ютубе, кнопка и ссылка под видео. В Молдове партия Шор и Лана Шора, объявленного в Международный розыск по делу о краже миллиарда, заявила о начале бессрочных протестов с требованием проведения досрочных парламентских и президентских выборов, об этом сообщает Ньюсмейкер. Протестующие собрались у здания администрации президента в то время, как президент Майя Санду отправилась в Лондон для участия в похоронах королевы Елизаветы II. Они скандируют лозунги «меняем Санду на дрова», «в отставку», требуя отставки президента и проведения досрочных парламентских выборов. Представитель партии Шор, председатель Оргиевского района Дину Цуркану в заявлении в адрес мэрии столицы отметил, что партия планирует проводить протест в режиме нон-стоп. При этом он подчеркнул, что акция будет мирной. Кроме этого, представители политформирования сообщили, что перед зданием администрации президента установят палатки и сцену. Позже на митинге Цуркану объявил, что Молдова – захваченное государство, и протесты будут продолжаться до тех пор, пока не пройдут досрочные парламентские и президентские выборы и не сменится власть. Лидер партии Илон Шор находится в Израиле, но намерен вскоре вернуться в Молдову. Ранее он заявлял, что его партия хочет добиться проведения досрочных выборов и приходок власти нового правительства, способного договориться с Москвой о поставках газа по разумной цене. Вице-премьер министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну прокомментировал протест, отметив, что это хороший знак, что воры организуют протест, потому что воры знают, что мы пойдем до конца, и страна избавится от них. Илона Шора считают причастным к краже миллиарда. В 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков – Банка деэкономии, Банка социала и Унибанк, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, было выведено за границу около миллиарда долларов. Шор приговорен судом к первой инстанции к 7,5 годам лишения свободы за хищение в особо крупных размерах. Он в международном розыске Израиля отклонил запрос на его экстрадицию. Ранее президент Молдовы Майя Санду во время поездки в Гагаузию, где довольно сильны пророссийские настроения, призвала граждан не допускать раскола в обществе и сохранить мир, об этом сообщает ньюсмейкер. Во время публичного выступления в Камрадском университете Санду среди других вопросов много говорила о мире единстве, она подчеркнула, что приехала в Гагаузию, чтобы открыто поговорить о непростой ситуации, в которой оказалась наша страна, весь регион прямо и без умолчания. Санду напомнила, что совсем рядом украинцы дорогой ценой защищают право жить в своей стране и определят свое будущее, и подчеркнула, что сохранение мира – главная задача для всех жителей Молдовы, чтобы не допускать раскола по этническим или территориальным признакам. Нельзя допустить, чтобы кто-то вселял в нас подразделения и недоверие к друг другу. Некоторые в этой стране не хотят отвечать за свои кражи, беззаконие и коррупцию, поэтому пытаются создать хаос. Но нужно ли это нашим гражданам? Лозунг для большинства жителей Молдовы «Мир и согласие» всем о Молдове подчеркнула она. Недавно в Гагаузии была волна небольших демонстраций с пророссийскими лозунгами, вплоть до призыва встречать российскую армию с кавирмой и красным вином. В некоторых приняли участие местные должностные лица и представители органов самоуправления. По словам Санду, Молдова будет выбирать и принимать только мирное разрешение Приднестровского конфликта. Соответственно, повторяю, все эти заявления являются манипулирующими заявлениями и, возможно, хотят дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова, сказала она. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!